королева молодости и королева метаболизма все это о щитовидной железе от этого маленького органа зависит наша работоспособность наша энергичность температура нашего тела и в принципе то насколько здоровым человеком мы себя ощущаем здравствуйте меня зовут марина жигульская и на этом канале мы учимся избавляться от патологий состоянии и диагнозов при помощи нутрициологии в этом видео мы поговорим о гипотериозе о причинах его возникновения и главное о том как его обнаружить потому что анализы не всегда его показывают и так чтобы понять суть гипотериоза нам надо разобраться в том как работают гормоны щитовидной железы этих гормонов несколько но нас с вами интересуют 2 это т4 и т3 а также у нас есть териотропный гормон так называемый ттг но это не гормон щитовидной железы это гормон гипофиза и благодаря этому гормону гипофиз общается со щитовидной железой и так наша гормональная система взаимосвязана между собой через гипоталамогипофизарную ось то есть в нашем головном мозге есть гипоталамус это такой начальник важный дядька который сидит в кабинете в кожаном кресле и общается со всем остальным организмом он через своего замок этот зам это гипофиз это тоже маленький отдел головного мозга который выделяет гормоны для того чтобы передавать послание гипоталамуса уже непосредственно эндокринным железом одной из такой желез является как раз щитовидная железа так вот гипофиз вот тот самый зам выделяет гормон ттг териотропный гормон для того чтобы как бы разбудить щитовидку щитовидка в ответ на воздействие ттг начинает выделять т4 у которого четыре молекулы йода и отдавая одну молекулу т4 превращается в т3 и вот т3 идет работать в клетке т3 он в 10 раз более активный чем т4 если до клетки т3 по каким-то причинам не доходит или его мало то клетки посылают сигнал по механизму обратной связи обратно в гипоталамус они говорят как бы гипоталамуса у нас нет энергии гипоталамус говорит гипофизу ну-ка иди разберись гипофиз выделяет ттг и идет пинать щитовидку и дорогая ты чё задумалась там и так я вам уже сказала что т4 гормон тироксин состоит из четырех молекул йода и когда он отдает одну молекулу он превращается в 3 и тиранин это гормон т3 и вот т3 это активный гормон который идет работать в клетку и раздает энергию для того чтобы клетка потом эту энергию раздала всему организму и вот как раз на дефиците йода этого не происходит то есть не из чего формироваться гормону т4 и когда вам выписывают синтетический гормон т4 может быть сначала все-таки ликвидировать дефицит йода йод это камень преткновения но о дефиците йода и восполнение его можно говорить бесконечно поэтому если вам это интересно маякуйте в комментариях мы обязательно запишем для вас отдельный ролик здесь скажу только что йод нельзя восполнять просто так до того как мы заводим в организм йод надо учесть множество факторов так вот следующий момент это дефицит селена селен это минерал который отвечает за формирование определенного фермента ответственного за то чтобы у нас т4 конвертировался то есть превратился в т3 без селена это невозможно и у многих проблема не с тем что у них недостаточно т4 у многих проблема с тем что у них недостаточная конвертация то есть т4 не превращается в т3 и как раз дефицит йода может скомпенсировать эту проблему также дефицит цинка но здесь надо учитывать что цинк у нас он роняет медь потому что они антагонисты и когда мы начинаем принимать цинк в неоптимальных для нас дозах мы просаживаем медь а если мы начинаем принимать медь мы будем просаживать цинк так как цинк это иммунокомпетентный минерал то скорее всего тратится он будет больше чем медь поэтому дефицит цинка скомпенсировать нужно обязательно это одна из причин возникновения гипотириоза еще одна причина это усталость надпочечников надпочечники это такие маленькие органы которые тоже ответственны за метаболизм и за очень многие реакции в нашем организме так вот надпочечники мы ушатываем недостатком сна стрессовыми реакциями нашими всякими а я хочу вам напомнить что стресс это не сама ситуация это наша реакция на ситуацию и поэтому когда мы вот эти 15 серийные такие сериалы крутим себе там как он мог господи как я выгляжу что обо мне подумают это тоже стресс и вот на стрессе организм тратит ресурсы надпочечников и до 30 лет организм нам все прощает а вот после 30 начинаются неполадки это как раз надпочечники а так как надпочечники щитовидная железа всегда ходят рука об руку поэтому рекомендую обратить внимание на надпочечники в том числе и еще одна проблема это низкий уровень ферритина дело все в том что без ферритина когда его граница где-то 50 плюс-минус у всех конечно здесь диапазон есть свой индивидуальный но когда ферритин низкий конверсии не будет синтеза гормонов не будет щитовидная железа оптимально работать не будет и вот здесь есть большая проблема потому что люди которые понимают что у них недостаточный уровень ферритина железа они начинают пить препараты железосодержащие и это огромная ошибка но об этом мы как-нибудь расскажем следующих видео потому что это не тема нашей сегодняшней встречи конечно же одна из причин это некорректная работа желудочно-кишечного тракта почему потому что если у нас например сниженная кислотность желудка а зачастую ко мне клиенты приходят когда и они говорят у меня изжога из-за того что высокая кислотность желудка нет дорогие мои у 90 процентов людей страждающих изжогой низкая кислотность желудка когда у нас есть низкая кислотность желудка то есть недостаток соляной кислоты у нас не будут усваиваться никакие минералы и не будет оптимального уровня белка что очень важно для здоровья щитовидной железы и для синтеза тиреоидных гормонов причем некорректная работа желудочно-кишечного тракта запускает невероятное количество проблем в нашем организме и большинства именно из желудочно-кишечного тракта начинают страдать даже отдаленные органы и системы некоторые не понимают как корректировать жкт поэтому я для вас подготовила 4 бесплатных видео урока которые вы можете забрать по ссылке в описании к этому видео начинайте свой путь с коррекции желудочно-кишечного тракта какое бы заболевание вы не лечили и еще одна неочевидная причина нарушения функционала щитовидной железы ну и не только кстати щитовидной железы это накопление тяжелых металлов и вот здесь люди зачастую думают я не работаю на вредном производстве поэтому откуда у меня тяжелые металлы на самом деле например амальгамные пломбы которые периодически все еще ставят в регионах которые выделяют несколько миллиграммов ртути каждый день на самом деле жизнь в мегаполисе когда много выхлопных газов все это снабжает нас тяжелыми металлами если мы дефицитный по витаминам и минералам если у нас не корректно работает желудочно-кишечный тракт и не оптимально проходит детоксикация тяжелые металлы будут накапливаться накопление тяжелых металлов конечно же будет замедлять функцию щитовидной железы и заводить вас в еще большие дефициты так вот я вам рассказала о том почему возникает гипотиреоз и теперь давайте как и обещала расскажу вам о том как его обнаружить и конечно же мы это делаем не по анализам потому что анализы зачастую не показывают нам истинные картины и они они запаздывают они некорректно взяты определяется только по ттг или по т4 и поэтому ориентироваться здесь надо исключительно на симптоматику когда вы приходите в медицинское учреждение если например это поликлиника вам дают только ттг и в лучшем случае т4 почему так делают потому что по обязательному полису медицинского страхования страховая оплачивает только эти анализы и может быть доктор и хочет вам дать что-то еще но не может потому что за остальные анализы он заплатит своего кармана ттг не отражает реальность картины потому что это очень чувствительный гормон поэтому для того чтобы провести диагностику по анализам как минимум нужно сдать тиреотропный гормон ттг т4 и т3 свободный антитела к тиреоглобулину антитела к тиреопероксидазе общий белок и ферритин дальше если мы ориентируемся по анализам то референсы вообще не показатель потому что у вас например нижняя граница может быть там три с под трех с половиной и вот у вас будет 36 37 и вам доктор скажет все в порядке или вы сами успокоитесь что вы входите в референсы на самом деле ориентироваться мы должны на верхнюю треть референса то есть вы берете референс делите его на три части и вот в верхней трети у вас должен быть и т4 и т3 друзья вот мы с вами разобрали причины и симптомы гипотериоза следите внимательно за своим организмом потому что он всегда подает сигналы когда у него что-то не в порядке не ориентируйтесь только лишь на анализы умейте слушать свой организм а для того чтобы хорошо разбираться в том о чем говорит вам организм подписывайтесь на наш канал потому что мы здесь много говорим о состоянии вашего организма а с вами была марина жигульская до встречи в новых видео